Я вас всех приветствую, сегодня будет довольно таки интересное видео, в котором мы посмотрим аккаунт самого главного рыбака на проекте Amazing Holy Play. Он занимает первое место по ловле рыбы, у него максимально большой скилл и его имущество составляет больше чем 3 миллиарда рублей. Поэтому видос обещает быть интересным, от вас хочу увидеть активность, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, я вам буду очень сильно благодарен. Ну а вы в свою очередь не забывайте то, что я играю на проекте Amazing Holy Play на втором сервачке, все ссылочки есть в описании, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну а при старте игры вам конечно же поможет мой промокод, вводите промокод Палканов на любом сервачке до 5 уровня, за него получите 300 тысяч рублей. Я вам могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, усаживайтесь поудобнее, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Всех обнял, приподнял, полетели. Ну что ж ребятки, как я и сказал, сегодня у нас будет обзор аккаунта самого главного рыбака на проекте Amazing Holy Play. Скилл у него достаточно большой, он занимает топ 1 рыбаков, и поэтому это аккаунт главного рыбака на проекте. Я так лично считаю, потому что он на рыбалке реально постоянно сидит, зарабатывает огромные деньги, поэтому аккаунт реально интересный. Имущество здесь где-то на 3 миллиарда, может быть даже больше, мы попробуем это все посмотреть, посчитать там и так далее. От вас хочу увидеть максимальную активность, давайте на этом ролике наберем 200 лайков, я вам буду очень сильно благодарен. Ну что ж ребятки, как обычно, начинаем со скиллов, скиллы здесь довольно таки интересные, самое главное это то, что рыбак 76 уровень. Кто не понимает, максимальный скилл рыбака, это получается 50, то есть дальше по факту нет смысла качать, но Максэн Мэрлисон, это аккаунт того человека, которого мы смотрим, у него 76 уровень рыбака. Это на самом деле очень жестко, то есть я таких больших скиллов на рыбалке не видел. Также помимо рыбалки у него вкачано рудокоп, максимальный скилл, фрезеровщик, уборщик улиц, то есть скиллы реально такие нормальные. Дальнобойщик у него не вкачан, 23 уровень. Как я и сказал, это самый главный рыбак на проекте, поэтому у него максимально вкачано это рыбалочка. Вот получается топ рыбаков и он выловил 5 миллионов 700 тысяч килограмм рыбы, он занимает первое место просто с огромным отрывом. Ну что ж ребятки, переходим к винтарю, у него есть вот такой скин, бэйби, мэйби или кто это, я не знаю короче. Такой скин стоит где-то 30 миллионов, плюс крылья, крылья стоят 50 миллионов, то есть сет уже почти выходит в 100 миллионов рублей. Ну скинов у него здесь тоже довольно таки много, не все они прям дорогие, самый дорогой скин это именно на нем, который есть сейчас. Но так в принципе никаких там номеров, других аксессуаров у него на аккаунте нету. Переходим в навыки, здесь у нас много чего куплено, то есть куплена вторая сетка, первая сетка. Куплено где-то на 70% либо 60% улучшений, то есть это реально неплохо. Также мы можем посмотреть его статистику, статистика у него получается 79 уровень. Но хочу заметить то, что у него был 1 миллиард, но он его одолжил своему другу, чтобы тот купил бизнес, поэтому если бы он не дал в долг, у него на руках был бы 1 миллиард рублей. Ну что ж ребятки, я предлагаю перейти к самому интересному, у него здесь есть очень классный и интересный автомобиль, который я вам хочу показать. Первый автомобиль это получается катер, скоростной катер, сами понимаете для чего, конечно же для рыбалочки. То есть катер, я его показывать не буду, катер стоит там 60-70 миллионов рублей. Первый наш именно автомобиль это получается DeLorean, довольно-таки редкая машина. Да, здесь зеленый ПТС, развалы не установлены, то есть тачка реально редкая, жесткая, затюненная там и так далее. То есть вот такой автомобиль стоит, я думаю, где-то 200-300 миллионов рублей. Также стоят именные номера Хентай. Также здесь стоят получается рамки, которые стоят тоже 30 миллионов рублей, то есть тачка, как я и сказал, стоит примерно там 200-300 миллионов рублей. За счет того, что она редкая, здесь стоит максимальный тюнинг, плюс там именные номера туда-сюда, то есть тачка реально прикольная, интересная, заряженная. Я на самом деле давно таких автомобилей не видел, то есть, ну реально тачка редкая. То есть я лично ни у кого их не видел, то есть их реально очень мало, это машина еще там 2000, по-моему, 17-го или 18-го года, ее нельзя забрать с контейнера там и так далее. То есть это максимально редкий автомобиль. Переходим к следующему автомобилю, это получается Flanker, тоже максимально редкий автомобиль. Да, здесь также стоят стробоскопы, короче, full зеленый ПТС, full зеленый ПТС на этом автомобиле. Давайте тоже на нем прокатимся. То есть такие автомобили я вообще не вижу, в принципе, в продаже, то есть их нельзя нигде купить, возможно, там через кого-то, как-то, где-то, но это реально очень сложно сделать. То есть вот такой вот Flanker просто на стробоскопиках, такой автомобиль стоит тоже где-то 200-300 миллионов. Я точную цену называть не буду, потому что я не знаю. То есть тачка тоже интересная, такая быстрая, максималочка у нее, бля, бодренькая просто. 370, как нехер делать, просто едет. Опа, вот так вот полетел, улетел, залетел. Бля, надеюсь, сложно максималку, конечно, разогнать, но я постараюсь. Бля, ее прям ведет очень жестко. То есть Flanker это изначально машина для дрифта, поэтому разогнать ее, конечно, будет сложно, но я постараюсь. Так, 378, 379 максималочка. Мне этот автомобиль очень нравится, то есть выглядит необычно, прикольно, тоже розовый. Вот мне реально с кайфом снимать именно обзоры таких аккаунтов, на которых здесь там интересные скиллы, интересные автомобили. Если вам также нравятся такие ролики, то, пожалуйста, покажите здесь хорошую активность. Если вам этот ролик зайдет, то, возможно, буду дальше продолжать записывать обзоры интересных аккаунтов. Просто мало кто понимает, кто такой Максон Мэрисон. Ну, многие его как бы знают, но никто не знает, что у него есть на аккаунте. Мне лично самому было интересно, какие у него есть машины, какие у него скиллы, какой у него там бизнес и так далее. То есть мне самому это было интересно посмотреть и показать вам. Поэтому я сам кайфую, когда записываю такие ролики. Поэтому все зависит только от вас. Если вы будете показывать хорошую поддержку, хорошую активность, то таких роликов будет больше. Следующий автомобиль это Renault T, тоже розовый, как же без этого. Но вроде бы как, здесь ничего такого необычного нету. То есть это вроде бы обычный FTS на виде автомобиля. Скорее всего, он его использует также для рыбалки. Следующий автомобиль это получается у нас Tesla Cybertruck. Тоже необычный автомобиль. По ПТСу здесь третий чип, аудио и нитро. Стробоскопов здесь нету. Но такой автомобиль стоит, я думаю, около 100 миллионов рублей. Ну что ж, ребятки, давайте прокатимся. Тачка тоже интересная, быстрая, прикольная. Блядь, у него реально тачки классные. Так, максималочка 393 километра в час. Давай тапочку в пол и полетели просто. Вот это мощный автомобиль, мощный, блядь. Но этот автомобиль в основном берут из-за максималки, потому что он ускоряется быстро. Максималка у него на третьем чипе почти 400 километров. То есть необычная такая тонировочка. Но выглядит реально стильно. То есть обычно у всех там тачка черная, либо белая. А у него все тачки розовые. То есть у него имеется свой такой стиль. Ну и конечно же он розовый. Как это по-другому может быть? Давайте посмотрим ПТС. Получается третий чип нитро. То есть если эту машину забирать с ивента, она стоит 300 миллионов. Короче, данный автомобиль самый дорогой на его аккаунте. Госко 22 миллиона. Один владелец, то есть он сам ее забирал с ивента. Он не через кого-то ее покупал. А тут еще гидравлика стоит. Ебаный бобаный. То есть видите, он прыгает. А здесь еще и гидравлика стоит. То есть здесь третий чип нитро и гидравлика. Прикиньте, на гидравлике, блядь. Ультратанк. На гидравлике, блядь. Конечно, толку от нее здесь нету. Но зато он как бы может прыгать. Так, давайте затестим максималочку. Я хоть и на нем уже ездил. У меня был видос по поводу этой машины. Я максималку не помню. 240 максималка. То есть, ну, тачка тоже дорогая. Необычная. Классная. Так, давайте посчитаем. Допустим, Долориан 300 миллионов. Фланкер 300 миллионов. Это уже 600. Это я беру максимальные просто цены. Потом. Кибертрак 100 миллионов. Это уже 700 миллионов. Плюс получается Бентли. Это уже получается. Ну, давайте округлим. 1 миллиард стоит автопарк на этом аккаунте. Ну, плюс еще катер там туда-сюда. Короче, округлим. Я не знаю, сколько стоят все машины. Но автопарк у него стоит 1 миллиард. Это 100%. Автопарк просто 1 миллиард, ребята. 1 миллиард автопарк. Это жестко. То есть, у меня бизнес стоит 2 миллиарда. А у него автопарк стоит 1 миллиард. То есть, это пол моего бизнеса. Это реально очень жестко. Ну, ультратанк, как ультратанк. Я думаю, особо про него рассказывать и показывать не буду. Необычно то, что он на гидравлике еще. Также на его аккаунте имеется вот такой вот интересный домик. Почему интересный? Потому что он находится прямо возле причала. Я думаю, сами понимаете, для чего. То есть, это аккаунт главного рыбака. И дом у него находится прямо напротив рыбалки. Чтобы максимально быстро, близко, как бы там, не знаю, рыбу положить. Либо лодку взять. Потом Рено Т взять. Короче, этот дом куплен для того, чтобы максимально удобно заниматься рыбалочкой. Данный дом стоит, я не знаю, даже сколько. Ну, лямов 50, думаю, стоит. Ну, что ж. Я думаю, с этим все понятно. Машины я вам показал. Скиллы показал. Дом показал. Теперь осталось показать бизнес. Бизнес у него тоже довольно-таки интересный. Необычный. А именно это магазин одежды в городе Южный. Данный бизнес стоит примерно 1 миллиард 500 миллионов. То есть, полтора миллиарда рублей. Финку за 30 дней я показывать не буду. Из-за того, что, как бы, мне запретил владелец данного аккаунта. Но вы можете посмотреть то, что прибыль за сегодня составляет почти 5 миллионов рублей. Я думаю, это о чем-то уже вам говорит. То есть, бизнес, получается, магазин одежды в городе Южный. Густоимость 5 миллионов. Ага, цены повышены на 60%. То есть, у него стоят максимальные цены в бизнесе. Бля, это реально жестко. То есть, а здесь можно минус 30 сделать? Да, минус 30 здесь также можно сделать. Но у него стоят максимальные цены в магазине одежды. Возможно, у них там какой-то договор. Либо еще что-то. Как я и сказал, данный бизнес стоит полтора миллиарда рублей. Но вроде бы, как он сказал, ему предлагали 2 миллиарда. То есть, в целом, если мы посчитаем. Автопарк 1 миллиард. Плюс 1 миллиард он дал другу. Это уже получается 2 миллиарда. Плюс бизнес. Итого, получается, 3,5 миллиарда рублей выходит у него имущество на аккаунте. Я считаю, что это очень даже неплохо. Тем более, он почти своё имущество всё заработал на рыбалке. Поэтому, это аккаунт именно самого такого крутого и главного рыбака на проекте. Ну что ж, ребятки. Вот такое вот получилось видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Я вам показал довольно-таки интересный аккаунт с хорошим имуществом. Самое главное то, что это самый такой топовый рыбак на проекте. Я думаю, вам данный ролик должен был понравиться. Как я и сказал, если хотите вы в будущем видеть такие ролики, то давайте показывайте активчик. Много лайков, много комментариев. И, возможно, в будущем я буду снимать такие ролики. Все ссылочки есть в описании, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну и, конечно же, не забывайте вводить мой промокод. Всех обнял-приподнял. Всем пока-пока.